1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Немецкие войска напали на Польшу, а вслед за этим Великобритания и Франция объявили войну Германии, которая с союзниками выступала за насильственный передел суверенных территорий. Кровопролитная война продолжалась 6 лет. Мир разделился на два лагеря. С одной стороны выступали страны ОСИ — Германия, Италия, Япония вместе с союзниками. С другой стороны — антигитлеровская коалиция. В ее состав входили Великобритания, США, СССР, Китай и множество других государств. Вторая мировая стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней погибло более 70 миллионов людей. Человеческие потери Украины более 10 миллионов. Сегодня 75 лет со дня рождения золотого имени украинской эстрады Николая Мозгового. Он родился в селе Сарнов Мельницкой области и с детства проявлял интерес к музыке. После окончания Киевской эстрадно-цирковой академии Мозгового приняли на работу в качестве вокалиста Укрконцерта. Признание к композитору пришло в 1979 году, когда София Ротару исполнила его легендарную композицию «Край, Меридный край». На счету Мозгового десятки песен, как авторских, так и на слова украинских поэтов. Одни из самых известных хитов — «Помен», «Материнская любовь», «Мынае дэнь», «Мынае нич». В этот день, в 2006 году, вещание из Симферополя начал первый в мире крымско-татарский канал АТР. На круглосуточное вещание он вышел в 2012 году. Тогда аудитория телеканала составила около 5 миллионов телезрителей. Через год АТР представил дебютный художественный фильм Ахтема Сайтаблаева «Хайтарма» о геноциде крымских татар. Лента получила восторженные отзывы и завоевала как национальные, так и международные награды. После аннексии Крыма Российской Федерации в 2014 году телеканал выступил за единство с Украиной. Сегодня АТР вещает из Киева. А каким будет 1 сентября 2022 года, зависит от каждого из нас. По всему миру появляется все больше улиц и площадей, названных в честь Украины. Так за рубежом увековечивают славу и доблесть нашего храброго народа. В американский городской словарь сленговых фраз даже внесли слово «Ukraine». Мир понемногу становится заукраиненным, и это прекрасно. В столице Эстонии появилась площадь Украины. Предложение назвать городской объект в честь нашей державы власти Таллина рассматривали с апреля этого года. Теперь официально площадь Украины в Таллинском парке Лембиту прямо за Министерством иностранных дел. Таллин считает важным оказывать поддержку Украине, которая сейчас воюет за всех нас. По этому символическому месту в центре Таллина мы дали название площади Украины. Мы превратим площадь в городской символ нынешнего упорного сопротивления Украины и защиты своей независимости. Мадлейлипус, вице-мэр Таллина. Площадь в честь Украины в городском центральном парке выбрали не случайно. Парк Лембиту назван по имени борца за независимость Эстонца во время вторжения крестоносцев в XIII веке. По мнению вице-мэра, символичен и другой факт. В 1944-м этот район Таллина был разбомблен советской авиацией, точно так же, как разрушены российскими военными города Украины сегодня. А это Дублин, столица и главный портовый город Ирландии. Здесь на указателе наряду с мегаполисами Нью-Йорком, Гамбургом и Глазго повесили табличку с Мариуполем. От столицы островного государства до украинского города у моря – 3000 с лишним километров. Новостью в своем телеграм-канале поделилась украинская гору права. Указатель установили благодаря украинской команде гребцов. Теперь дублинцы могут увидеть, что расстояние до нашего города составляет 1949 миль. Указатель разместили на территории клуба гребли имени Святого Патрика. В первой после пандемии морской регате дублинского клуба принимали участие и украинские гребцы. Организаторы отдали дань уважения отважному народу в войне с агрессором. Отныне на буе клуба на почетном месте красуются табличка с городом Марии. Ирпень и Майами станут городами-побратимами. Город-герой Украины и американский мегаполис в ближайшем будущем установят постоянные дружественные связи, будут знакомиться с жизнью, историей и культурой друг друга. Подробностями городские чиновники поделились на официальном телеграм-канале. Соответствующие решения о таких намерениях мы приняли на сессии горсовета. В Майами такое же решение было принято в конце июля. Впереди у представителей власти подписание соглашения о побратимстве, непосредственное сотрудничество с мэром Майами Фрэнсисом Суаресом. В 2018-м Ирпень уже стал побратимом другого американского населенного пункта, расположенного на озере Мичиган, города Милуокии. В Исландском Рейкьявике площадь назвали Киевской, в Литовском Вильнисе появилась улица украинских героев. В Норвежском Осло есть Украинская площадь. Самый большой бульвар в Люксембурге теперь называется Киевским, а в Албанской Тиране – улица Свободной Украины. Площадь с таким же названием теперь и в шведском Стокгольме, а в столице Латвии и Риге улицу назвали в честь украинской независимости. По всему земному шару власти городов посылают четкий сигнал поддержки украинскому народу и напоминают миру о храбрости наших соотечественников. Катя Одесситко. До полномасштабного вторжения России в Украину девушка работала в одном из музеев родного города и возглавляла небольшое экскурсионное агентство. Не так давно у них с мужем родился сын, у семьи были приятные хлопоты и огромные планы на будущее. Но все изменило утро 24 февраля и взрывы российских ракет. Прибегает к мне человек и говорит, что там что-то взрывается. Он человек очень стрессостойкий и очень спокойный. Поэтому, смотря на него, я поняла, что там действительно что-то страшное происходит, потому что он был просто очень нервованный, очень встревоженный. Первое время, вспоминает Катя, было только непонимание и страх. Не знали, что делать, но что-то делали, просто чтобы, казалось, что мы как-то контролируем ситуацию. Мы начали прибирать, собирать вещи, думать, куда ехать, не ехать. Несколько недель Катя оставалась в Украине, но потом поняла, что терпеть взрывы и воздушные тревоги больше нет сил. Сестра мужа ехала в Молдову, и у меня было три часа, просто чтобы решить, едем мы или не едем. И за эти три часа было все, и слезы, и истерики. С 24 февраля в Молдову прибыло более полумиллиона человек. Многие двинулись дальше, но большая часть осталась здесь. В Молдове украинские переселенцы не могут оформить временную защиту. Такого статуса здесь попросту нет. Многие украинцы приехали сюда по безвизу, но они имеют право пребывать в стране и по истечению трех месяцев. А вот чтобы легально устроиться на работу, нужно получить статус беженца. Но власти сейчас решают эту проблему. Придумывают, как дать украинцам право на работу без получения ими статуса беженца. Катя сейчас живет в городе Унгены на границе с Румынией. Свое жилье она арендует, но хозяйка сдала квартиру со скидкой, когда узнала, что Катя из Украины. Я говорю, мы будем платить, это не проблема. Но она наполягла, чтобы мы платили половину. То есть люди очень слышны, очень сердечно отнеслись к нам и поняли всю ситуацию, которая в Украине. Многие местные помогают украинцам с жильем, селят в своих домах или отдают пустые квартиры. Также можно арендовать жилье через специальные сайты. Тогда власти несколько месяцев будут компенсировать расходы на квартиру. В больших городах есть специальные центры для переселенцев. Там украинцы могут временно остаться, пока не решат, что делать дальше. Украинцы могут получить и денежные выплаты. Их, как правило, выдают различные международные организации. В Молдове украинским переселенцам, если они не получили статус беженцев, нельзя устроить детей в школы и садики. Но власти пытаются решить эту проблему. Катя сейчас занимается ребенком. А еще продает вот такие красивые сумки. На вырученные деньги планирует купить еду, привезти домой и отдать украинцам, которые в ней нуждаются. Это, говорит девушка, самое малое, что она может сделать для Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова